здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал xgit пришел вопрос душа палача приводящий в исполнение смертный приговор после смерти попадет в ад или в рай стиле филаре дроздов в своем катехизисе 571 пункт говорит всякое ли убийство является законопреступлением не всякое лишение жизни и законопреступления не является беззаконным убийством когда преступника наказывают смертью по правосудию когда убивают неприятеля на войне за государя и отечество мы знаем что пророк или я убил согласно священному писанию книгам царств около 400 жрецов вала и завилиных жрецов и преданных смерти сам ли с помощью окружающих людей может быть сам некоторую часть из них то есть фактически выступил палачом и в священном писании много таких случаев когда убивают того кто соблазняет народ и это считается добродетелью а не преступлением но все-таки отнятие жизни у другого человека страшно само по себе и есть некая целостность души которые это отнятие нарушает поэтому человек отнявший жизнь у другого человека например не может быть священником человек который совершил убийство после крещения он не может быть допустим хератонии бывают конечно разные случаи мы знаем что были например священнослужители после великой отечественной войны которые руку полагались чаще всего это были монашествующие например преснопамятный архимандрит кирилл павлов участвовал в обороне столиграда и наверняка убил множество врагов нашего отечества и это был великий священник великий духовник не только ничем не ущербный но это был может быть даже лучший духовник и прославленный великий любимый всеми нами праведник но все-таки в канонах это является препятствием для рукоположения поэтому какие-то необратимые процессы разрушительные в душе убийство производит поэтому конечно даже если палач это человек который не совершает преступления это еще не значит что его душу с его душой все нормально и я сейчас не могу вспомнить по моему после смерти елизаветы петровны которую правил около 10 лет императрица русская и отменила смертную казнь по моему после ее смерти когда возобновили смертную казнь несколько лет в москве не могли найти желающего исполнять эти обязанности за вполне приличные жалования потому что люди боялись идти на такую работу вот но куда попадет душа знает только один господь мы этого не знаем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео